Шуваловская свалка стала горячей зоной. Там участились пожары. Сброс мусора на этой территории был запрещен еще в 80-х годах, но это почему-то никого не останавливает. Свалка стала незаконной и продолжает разрастаться год от года. Теперь она еще и постоянно горит. Мы находимся на территории, которая примыкает к Шуваловским озерам. В простонародье Шуваловская свалка. По официальным данным здесь находится полигон для складирования снега Ленинского района. Но помимо снега сюда незаконно вывозят и твердые бытовые отходы, которые горят здесь круглый год. Она всю жизнь здесь горит. Тут испокон веков. Я здесь живу 50 с лишним лет. Вот на севере, вот на высотках. Там им достается. Вот откроешь окно. Прямо как вот гарь и гарь. Дым и копоть. Люди, честно говоря, задыхаются. Воздух-то все равно свежий нужен. А это задыхается ребенок. Выезжаем на выходные, стараемся ребенка в парк куда-то вывезти, чтобы воздух все равно свежий подошел. Конечно, здоровье сказывается. И головные боли, и удушья. И у нас здесь не безопасно оно. У нас здесь не Чикаго. Мы здесь живем. Вон горы, снегу, и все равно горит. Там же толщина какая. Не один десяток метров, наверное. Заваливают. Вот этот бульдозер приедет, все туда спихнет. Вот этот строительный мусор, это деревяшки. А это вот культус-производство. Что это такое? Четки у меня. А это, я так думаю, из литейного цеха. Пожарные. Когда вот одно время тут сильно вся свалка горела. Вот приезжали. А то это бесполезно. Это бич всех свалок угодит. Она сама по себе загорается. Практически каждый день вызовут на эту промзону. Силами одного подразделениями это точно не получится здесь затушить. Очень большая площадь горит именно под землей. Свежий мусор однозначно прибавляет пожарную нагрузку на данный участок. В прошлом году 8 было проведено 8 рейдов совместных. САТИ, полиции, то есть лица, которые незаконно сбрасывают мусор, бытовые отходы выявлены не было. В настоящее время выявлено 30 тысяч квадратных метров для складирования снега территория. Содержанием данной территории занимается муниципальное предприятие, которое занимается содержанием муличной дорожной сети. Соответственно, они сейчас в настоящее время осуществляют временную охрану полигона. То есть они пропускают только снег, бытовые отходы они не пропускают. Кстати, в конце 2015 года природоохранная прокуратура направила сразу два судебных иска в адрес администрации Нижнего Новгорода. Первый с требованием, чтобы участок, занятый свалкой, был рекультивирован. Второй о том, чтобы администрация регулярно следила за состоянием этой свалки. Пока требования не выполнены. Продолжение следует...